В предыдущих сериях мы побывали на причале с заброшенными югославскими военными кораблями и забрались на один из них, полазали по гражданским судам, стоящим в подземных доках, рассказали, что такое кишницы и показали потрясающе красивые две крепости. Ссылки на эти серии будут в описании под видео. А сейчас мы отправляемся на заброшенную базу хранения и побываем в некогда секретном доке для подводных лодок. Кстати, обязательно досмотрите это видео до конца и в качестве бонуса вы увидите воронку в ад и массивное инженерное сооружение, построенное для этой вороны. И вот я снова на очередной бывшей югославской военной базе. Здесь находились склады хранения. Здесь хранили боеприпасы в защищенном убежище. Здесь хранили какие-то бытовые вещи, необходимые для служивых. Достаточно крупная территория базы. Она располагает несколькими ангарами, очень интересно выполненными. Сейчас вы его увидите. И первое, что нас встречает при входе на эту базу, это экзотический санузел. Как вам такое очко, уважаемые дамы и господа? Это уже точно не чаша Генуя, а обыкновенное очко. А вот и сама база. Первым здесь находится, очевидно, административное строение. Очень похоже, что здесь располагались какие-то службы, командный состав базы. Конечно, внутри все, к сожалению, выпилено и вынесено под ноль. Зато какими видами любовались местные служивые. Просто шикарные виды. Продолжаем осматривать территорию базы. Я добрался уже до складов. Вот здесь вот тоже какие-то подсобные помещения. Возможно, караулка находилась. Интересно, что осталось даже посуды, сковородка, кастрюли. Здесь мы можем видеть более традиционный туалет. Смущает то, что здесь подведено электричество. То есть вроде как эта база заброшена, а вроде как электричество тут присутствует. А вот как сверху выглядят эти склады снаружи. И интересно, что они полностью опутаны сетью заземления. Вот это вот контуры заземления. И здесь еще вокруг каждого из складов стоят вышки с громоотводами. Здесь несколько таких складов. В принципе, все они однотипные. Удивительно то, что несущий каркас этих складов выполнен полностью из дерева. Вот какие-то записи, расчеты. В принципе, часто доводилось видеть и на наших русских объектах. Тоже какие-то инженерные или строительные расчеты, которые выполнялись прямо на стенах объекта. Здесь еще одно здание. В общем, здесь несколько таких складов. Но самое интересное здесь, конечно же, не на улице, а в скале под землей. Это хранилище для боеприпасов, как я понимаю. Хранилище представляет из себя несколько залов. Очевидно, что боеприпасы хранили вот там, в самом дальнем зале. Он отделен от всех, имеет достаточно внушительные размеры. Здесь сохранились остатки гидроизоляции на потолке. Причем почему-то только в части потолка. И видно, что еще недавно здесь было электричество, лампочки. Еще недавно тут тоже была жизнь. Интересно, что вот там предусмотрен эвакуационный выход. И здесь дренажная система еще. Чтобы если сверху будет проникать вода, здесь водоотливная канавка, даже труба сделана. Помещение, где осуществлялось хранение боеприпасов, весьма и весьма просторное. В основном зале хранилища можно даже встретить какие-то текелажные снасти. Использовалось это, видимо, для крепления снарядов или того, что здесь хранили. Либо же для перемещения. Ну и много-много бруса, деревянного бруса. Очевидно, здесь, может быть, были полки сделаны из этого бруса для хранения. Там, очевидно, были аварийные выходы на поверхность. А вот мы добрались и до вентиляционной шахты, в которой заканчивается это хранилище. Оттуда очень хорошая тяга сейчас. И ствол потом заворачивает вместе со скобами. Если обойти вокруг вот эту караулку с санузлом, то мы окажемся у запаса воды. Я уже рассказывал, а если еще и не рассказывал, то обязательно расскажу более подробно о том, что на полуострове Лушкица есть проблемы с питьевой водой. Точнее, ее здесь просто нету до сих пор. И в наши дни тоже эти проблемы актуальны. Питьевую воду здесь, именно на полуострове Лушкица, собирают в так называемых кишницах, то есть резервуарах, куда стекает дождевая вода. И сейчас за мной находятся две емкости, в которые вода заканчивалась, в которые воду, видимо, привозили, для вот этого гарнизона, который обслуживал здесь базу хранения. Вот примерно по таким лестницам мне сейчас придется пройти вверх несколько сотен метров, чтобы отснять с очень красивой точки всю эту базу. Собственно, там, где находился караульный, который осуществлял охрану этой базы. Мы приближаемся уже к границам базы. Здесь сохранилась колючая проволока по периметру. Что интересно, по-прежнему сюда идет электричество. Базу не отключили от электроснабжения. Ну, а я сейчас должен забраться практически на вершину этого холма. Как говорят сербы или черногорцы, Узбордо, то есть вверх в гору. Потом, правда, пойду вниз Бордо. Добрался до караульной вышки. Осталось сейчас только подняться на самый верх этой вышки. Надеюсь, что она не окончательно прогнила, потому что лететь тут вниз как-то, ну, совсем будет неприятно с такой высоты. И вот полностью отлично видна база отсюда. Называется «Почувствуй себя часовым». Сейчас нахожусь на вышке для охраны этого объекта, для охраны этих складов. Здесь раньше стоял часовой югославский военный. И ему было прекрасно видно. Открывался великолепный обзор на эти склады. Ну, и заодно на красивейшие виды Бока-Которской бухты. Вот по таким дебрам приходится лазить. Вот еще одна территория заброшенной воинской части. Обозначена она как радарный пост югославской армии. Здесь находится несколько технических зданий, казарма для солдат. Но самое основное здание находится немножечко выше. Мы сейчас туда поднимемся. Но, к сожалению, состояние всех помещений можно характеризовать одной фразой «голой стену». Когда-то в этом помещении располагалось какое-то оборудование, что, в принципе, видно вот по этим двутавровым балкам. Здесь было что-то достаточно массивное, что обслуживали при помощи, ну, наверное, лебедок, подвесного ручного крана, не знаю, который закреплен был на этих балках. Видим здесь опять такую же кишницу, уже, правда, гораздо меньшего размера. Но, видимо, здесь и гарнизон, количество вояк было не слишком большое. А к самому основному зданию приходится прибираться по лестнице. Оно находится на некотором возвышении. Тут, кстати, тоже находились резервуары для воды. Ну и, опять же, типичная для Черногории архитектура, когда здания строятся, спускаясь каскадом, спускаясь ступенями как бы вниз к морю вдоль склона горы. А это основное здание. Именно здесь и располагался радарный пост. Если мы сейчас зайдем внутрь помещения, то увидим, что его пронизывает вот такая вот колонна. Поднявшись наверх, на ярус вот по этой лестнице, мы оказываемся на площадке, где как раз, очевидно, и находился радарный комплекс. Там мы можем видеть тоже такую же круглую колонну внутри. И, очевидно, этих радаров здесь было два. И поднимаемся на самый верх. Я думаю, что увидим тоже площадку для радара. Да, именно. Именно так. И, несмотря на то, что все эти здания сейчас пусты, никаких радаров, естественно, не осталось, да и оборудования никакого не осталось. Зато с верхней площадки, где располагался один из радаров, можно полюбоваться великолепными видами на Боко-Которский залив, на устье Боко-Которского залива. Везде можем видеть контуры заземления. Но оно и понятно, раз здесь работали с радарами, работали с электроникой. Это третья база для ремонта и обслуживания югославских подводных лодок, которые находятся на Черногорском побережье. И эта база немножечко отличается от тех двух, которые мы видели ранее. Во-первых, отличается она по своей конфигурации. Она банально немножечко уже, чем те две. И вообще, мне кажется, что те две базы использовались не для ремонта, а именно для отстоя подводных лодок. Ну, то есть, своеобразный такой гараж для дизельных подводных лодок. Эта же база была предназначена именно для ремонта и обслуживания югославских субмарин. И если продолжить перечислять ее отличия от тех двух, которые мы видели ранее, как я сказал, она уже. Она имеет большую длину. Но это не основные отличия. Самое интересное отличие находится внутри скалы. Вырубленное помещение, где находились различные технические службы. Запасы, я так понимаю, горючего, запасы воды. И здесь немножечко более богатая инфраструктура снаружи этой базы. Во-первых, здесь предусмотрен подъезд сюда для автомобильного транспорта. Те две базы, где мы были до этого, там вообще на них невозможно попасть на машине. Только с морским транспортом, только со стороны залива. Сюда же можно добраться непосредственно прямо до самой базы на машине. А также в этой базе есть еще и очень высокий ствол. Вентиляционный и эвакуационный ствол. Сразу рядом с порталом, через который заходили подводные лодки, находится выработка, в которую подходит паттерна, ведущая на улицу. То есть такой своеобразный эвакуационный выход. Здесь тоже все разрисовано граффити. Объект очень популярный в Черногории. Среди местных, среди туристов здесь находился вентиляционный короб. Если проследить, куда же он идет, то мы можем увидеть, что по центру всего этого дока проходил мощный вентиляционный короб, от которого отходили через каждые метров 10-15, наверное, отходили вентиляционные короба, идущие уже вдоль стен дока. А вот так выглядели эти вентиляционные короба. Сделаны они из пластика. Здесь какой-то переключатель. Еще одно отличие этого дока от тех двух предыдущих, которые мы видели, то, что приямок здесь сделан ближе к стене. И, кстати, в нем не идут трубы. Либо их уже отсюда вырезали, либо он использовался для электрической проводки. Тяжело сейчас сказать. А приямок этот явно был связан не с водой, а с электричеством, с электрической проводкой, потому что мы видим, что он уходит под шкаф, под электрическую разводку. Еще один интересный момент. Примерно посередине этого дока в потолке сделано отверстие. Видимо, это вентиляционная шахта. И оттуда, из этой шахты, мы можем видеть, что идет трос. Идет он к лебедке с ручным управлением, с механическим ручным управлением. Что это такое, конечно, сейчас тяжело сказать. Может быть, это привод затвора вентиляционной шахты. А здесь, в торце этого дока, располагалась кран-балка. В принципе, часть этой конструкции и сейчас сохранилась. И ездила она вот по этим направляющим. И, что интересно, заканчивался этот док таким вот П-образным выступом без возможности спуска к воде. То есть, если в тех доках мы видели лестницы у торцевой стены, то здесь этого нет. Мы подошли к очень интересному месту, где как раз располагалась подземная инфраструктура этой базы. Сначала мы попадаем в такой просторный зал. Справа идет паттерна на улицу. Здесь было очень много различных электрических кабелей, проложенных при ямках в полу, которые, естественно, уже все попилены. Вот она, паттерна, идет на улицу. Судя по вот этим вот постаментам бетонным на полу, здесь находились, вероятно, дизель-генераторы или какие-то электромоторы. При этом здесь была предусмотрена вентиляция, вытяжка. Видны гофрированные трубы, которые, очевидно, предназначались в качестве вытяжки. Сверху вентиляционный короб. Там еще одно помещение. Да, это была мощная вентиляция. Вот такой вот неслабых размеров циклон. Интересно, что все это еще крутится, причем достаточно легко и обладает очень большой инерцией. Здесь, видимо, была ременная передача. Сейчас я постараюсь туда протиснуться. Опа! А вот это уже по трубке. Туда уходила вентиляция. Вот примерно для понимания короб, вот этот вентиляционный короб на моем фоне, чтобы вы только могли себе представить, какие тут размеры были этой вентиляции. А с обратной стороны здесь располагались, я так понимаю, заслонки воздушных каналов. И, судя по вот этим вот патрубкам, сюда, наверное, подходила теплая вода, я так думаю. И стояли радиаторы. Либо, наоборот, холодная вода. Либо для охлаждения воздуха, воздушных потоков. Либо, наоборот, для их нагревания. Но уже мало что осталось. Странно, что эти фермы остались, на которых крепились воздушные заслонки. А вот эти патрубки и с обратной стороны. Также здесь шло несколько мощных стальных, труб. А вот так выглядит этот вентиляционный короб с другой стороны. Достаточно внушительных размеров конструкция, как, впрочем, и все здесь. И дальше здесь подход к стволу. Как я говорил, этот объект еще интересен наличием достаточно интересного, такого красивого ствола. Причем вверх у меня просветить пока даже не получается. Вот ствол, высота ствола здесь. Попробую определить сейчас. Девять, по-моему, колец. Каждое кольцо приблизительно метра по два. То есть около 20 метров высота этого ствола. Очень добрая лестница. В принципе, можно сейчас будет попробовать туда подняться. А в паттерне, которая ведет на улицу, было доброе количество закладных для кабелей, для труб. Даже сейчас сосчитать тяжело. Точно не сосчитал. Честно говоря, лень все это считать. Но больше 110 вот этих вот закладных. Очень интересная конструкция. А сейчас мы оказались уже по другую сторону воздуховодов, которые я показывал, которым должна была, по идее, подводиться вода. И здесь паттерна достаточно короткая. Заканчивается она помещением с такими вот емкостями. Наверное, подсолярные. Может быть, и под воду, тяжело сказать. Емкости эти живы и по сей день. Именно благодаря тому, что они не металлические, не стальные, а из стеклопластика. Вот такое вот необычное решение. И мы как раз сейчас оказались по другую сторону вот этой перегородки с массой закладных. Запорная арматура еще цела, как это ни странно. Ну что ж, друзья, сейчас попробую подняться в этот ствол. Рискну. Надеюсь, что лестница не подведет. Вроде выглядит очень надежно. Ну вот я наверху этого ствола. Честно говоря, немножечко даже подустал подниматься. Но лестница, слава богу, сделана очень качественно. А если что, лететь вниз далеко. Ого-го-го. Тут от ствола в обе стороны отходят две паттерны. Мы пойдем сначала в эту сторону. Что самое интересное, свет с улицы уже виден. И там какой-то звук. Ну, видимо, может, катер идет. Сейчас посмотрим в эту сторону и вернемся обратно. Надеюсь, что мне не придется спускаться по стволу. Хотя все может быть. У-ху! Вот я и наверху. Правда, непонятно, если он строился как эвакуационный ствол. Совершенно непонятно, как туда спускаться. Тут вот даже машины ездят. Но спускаться, чувствую, мне придется обратно по стволу. Сейчас посмотрю второй выход. Ну и сейчас отправляемся в другую сторону ствола. Хотя, как я понимаю, мне все равно придется этот аттракцион с подъемом, спуском. Короче, аттракцион с названием ствол проделать в обратной последовательности. Несмотря на то, что вот она улица, уже так близка. Но, увы, хрен отсюда спустишься. И вышел я к какому-то старому зданию времен еще как раз фортов Луштицы и Оскаруши. Да, 1897 год. На Хаус Каббала. Скорее всего, это немецкий. А, в общем, да, я не умею, к сожалению, по-немецки читать. Был бы это английский или сербский. Но эта постройка относилась к форту Каббала. Это однозначно. Решил прогуляться немножко внутри этого строения. Так, вот что-то мне здесь пол, ну, совсем не нравится. Так, явно предполагался спуск на этаж ниже, в полуподвал. Друзья, посмотрите, какой великолепный свет. Теплый, мягкий свет. Ну и вышел я в итоге к очередной кишнице. С такой вот необычной вентиляцией. Можно сказать, корабельной. Все это 1897 год постройки. Вот он, колодец этой кишницы. Здесь, кстати, современная достаточно арматура. Что я вам хочу сказать. Конечно, очень здорово вылезти из вентиляционной шахты современной базы подводных лодок и попасть к заброшенному сооружению 1897 года, относящемуся к форту близлежащему. Причем оно настолько отрезано от всего окружающего. Оно просто стоит на скале и все. И сюда больше никак попасть невозможно. Понятно, что здесь был какой-то спуск, какой-то подъезд раньше. Но когда построили базу подводных лодок, этот подъезд был демонтирован, убран. Так что мне сейчас предстоит аттракцион под названием «Ствол», только в обратном направлении. Я вроде, кстати, нашел вариант спуска. Скоростной спуск вместо ствола на заднице. Ладно, шучу. Вот тут вот есть такая тропинка. Конечно, тоже очень геморройная, но сейчас попробую по ней спуститься. Мне кажется, это будет проще, чем ствол. И меньше спускаться. Сейчас самый прикол будет, если я по этой практически отвесной горе не спущусь, и мне придется все равно карабкаться обратно, чтобы спускаться через ствол уже. Это будет реально обидно. Вот такой он был мой спуск. Практически отвесный. А вот и обещанный бонус. Возвращаясь с Луштицы, я случайно увидел необычное сооружение и решил посмотреть, что же это такое. Так это сооружение выглядит снаружи. Очень масштабная конструкция. Друзья, это реально трешовое место. Вот этот звук воды, когда туда залезаешь, он превращается даже не в гул, а он превращается в звук, как будто двигатель реактивного самолета. А это спуск туда. А там уже за окном море. Ребята, это реально трешовое место. Это водовыпуск канализационного коллектора в море. Один из крупноканализационных коллекторов. Вы только послушайте, как вода шумит. Вообще, какая сила потопит. Там внизу, из этой трубы, все фекальные стоки попадают в море. Говорят, что стоки здесь очищенные, что водовыпуск это очищенных скопов после очистных сооружений. А спускаться сюда, наверное, хоть и немного, но по такой вот проржавевшей на пределах лестницы. А так выглядит эта конструкция снизу. И тут же рядом с этой конструкцией, с этим водовыпуском канализационного коллектора, находится еще вот такая выработка. Очевидно, это тоже что-то было связано с вегаславскими вояками, я так думаю. Не забудьте оставить ваши лайки под этим видео и рассказать о нем друзьям. Именно так вы поможете продвижению нашего канала. А мы уже готовим новый интересный ролик. Так что до скорых встреч и всего вам самого наилучшего!